Николай Леонов, Алексей Макеев. Плохая компания. Полковники уголовного розыска Гуров и Кричко простыми делами не занимаются. Вот и сейчас начальство подкинуло им запутанное дело. В пансионате Голубое озеро таинственно погиб Вячеслав Гладких, ответственный работник министерства и строительства. Пролог. Густая пелена туманна растекалась вокруг. Через пять шагов уже не видно низги. Казаки тревожно поглядывали вперед туда, где зыбилось болото. Атаман Матвей, видя настроение своих казаков, хмурился еще сильнее. Недружелюбно взглянул на привязанного шамана, подошел вплотную, приподнял за подбородок. Широкое скуластое лицо жестко спросил. — Ну что, надумал? Шаман Унху, стараясь сдерживать злобу, храбро посмотрел Матвею в глаза и произнес. — Я тебе уже сказал нет. Матвей усмехнулся, постоял, покачиваясь, потом повернулся к своим сподвижникам, кивнул. Те в момент все поняли, выпустили женщину, жену шамана, которая все это время с заткнутым тряпицей ртом наблюдала за своим связанным мужем с ужасом в раскосых глазах. Почуяв свободу, она скользнула к дереву, метнулись черные косы в воздухе, припала к груди мужа и залопотала что-то быстро умоляющее. Шаман слушал молча, не выдавая своих эмоций. Потом проговорил что-то на своем языке строго, твердо проговорил. Женщина стала опускаться ниже, руками обвела его колени, залопотала горячее. Тот сменил тон, положил ладонь на голову жены, погладил. Сказал что-то ласковое, но не менее твердо. Женщина раскачивалась, плача в голос. Шаман поднял голову и гордо посмотрел на чужеземцев. «Уведите ее!» — крикнул он. Казаки бросили взгляд на атамана, поймав молчаливый кивок Матвея, снова бросились к дереву, схватили женщину за обе руки, оттаскивая от мужа. Та что-то отчаянно закричала. Матвей шагнул к дереву. «Слушай, шаман!» — произнес он. «Мы все равно пройдем туда, куда нам нужно. Не с тобой так без тебя. К чему тебе запросто так жизнь свою губить? Мучительную смертью умирать? Да и о жене подумай, на кого останется. А ведь молодая совсем. Да и дети поди есть у тебя. Подумай. Последнюю возможность тебе даю жизнь сохранить. Не то лютою смертью погибнешь. Вы все равно не пройдете через болото. Духи не простят вам, что вы украли святыню. Все погибнете. Все. Это вас лютая смерть ждет». Шаман Унху бросал эти слова уверенно, страшно, зло и в то же время спокойно. И от голоса его невольно стыла в жилах кровь у казаков. Матвей раздумывал, пристально поглядывая на шамана. Он понимал, что храбрится, что все совсем не так хорошо. Нет уверенности в том, что они выберутся отсюда. Колеблются казаки и сомневаются. Уже нет той бравады и удали, которая брызгала во все стороны, когда только пришли они сюда. Когда врывались саблями в дома местных жителей, собирая все, что попадалось под руку. Ложки, тарелки, украшения. Не удовлетворились данью, захотелось большего. Вот и настроили местных против себя. Но больше всего взъярились те, когда казаки разрушили их жертвенник. Матвей лично изрубил его саблей и забрал все, что было сложено вокруг. Ахнули местные от такого святотайства, замерли. А потом со всех сторон полился шепот проклятий. Матвей не обращал внимания, знал, что захватчиков никогда не любят. Тут уж ничего не поделаешь. Но местные оказались не столь просты. После того, как жертвенник их разрушили, словно помешались все. Как безумные кинулись на Матвеева войско. Сами полегли, но и его людей многих положили. Пришлось отступать. И чем дальше отступали, тем сильнее теснились к болотам. Стали у самой кромки, устроили осаду. Соваться местные боялись, но все равно приходилось все время держать оборону. Нет-нет, да и подходили самые отчаянные смельчаки. Врезались прямо в центр Матвеева войска, резали людей, душили. Сами, конечно, гибли тут же, но урон нанесли немалый. Нужно было отступать дальше, а куда отступать, если впереди топь непролазная. Однако знал Матвей, что есть человек, который может провести их через эту трясину. Шаман местный, Унху. Он эти места знает еще от своих предков, наслышан, как пройти через болото. И карта даже вроде у него имеется. Послал Матвей своих людей и сам пошел с ними. Ночью ворвались в дом шамана, перевернули все с ног на голову, но карты так и не нашли. Самого шамана и жену его с собой взяли. Правда, двоих потеряли. Шаман лично их задушил, защищаясь. Теперь на шамана у Матвея вся надежда. Если не проведет их через болото, погибель их ждет. Идти некуда. Позади местные, злые, готовые порвать в клочья, а впереди трясина. Вот по этой трясине и нужно пробираться. По островкам, с одного на другой. Но шаман не соглашается. Стоит насмерть. Хотя и тело уже истерзано, и душа. И пыткам подвергали, и голодом морили, и жаждой. Не помогло и то, что жену его Матвей казакам отдал. Наровистая баба оказалась, как кошка вырывалась, царапалась. Но куда ей против толпы оголодавших мужиков с оружием? Но и тут шаман не смягчился. Лишь лицо его почернело, а волосы побелели. Проклятие произносил, да какие-то молитвы. Плевать на его молитвы. Матвею выбраться отсюда надо. Посмотрел в черное, как уголь, глаза шамановы и увидел на дне такую непреклонную решительность, с какой еще не доводилось сталкиваться атаману много битв пережившему. — Ну что? — крикнул, чувствуя собственное бессилие. — Идем? — Последний раз тебя спрашиваю. — Матвей! — послышалось сзади. Атаман обернулся. Двое казаков вели юношу совсем молодого. Глаза испуганные, но живые. Стоит в центре, подрагивает, смотрит на шамана вопросительно. — Вот он согласился нас провести! — крикнул один из казаков. Говорит, что знает дорогу. Матвей не сразу поверил услышанному. Постоял, раздумывая. Потом подошел к юноше, взглянул в глаза. — Дорогу знаешь? — спросил он. Юноша кивнул не очень уверенно и проговорил. — Карты нет, но с отцом ходил, когда маленьким был. Отец охотник был. Много что помню из того, что видел. Можно пойти. Шаман посмотрел на юношу и громко что-то крикнул. Тот вздрогнул и ответил на своем языке. — О чем это вы толкуете? — нахмурился Матвей. — Шаман говорит, что пройти нельзя без него. Совсем тихо произнес юноша. — Но я проведу. Мы хотим, чтобы вы ушли отсюда и не тревожили больше ни нас, ни наших духов. Поэтому я проведу. — Молодец! — громко крикнул атаман и хлопнул юношу по плечу. — Сразу видно, умный. Слышишь, шаман? Он вплотную подошел к связанному человеку и усмехнулся. — А ты говорил, не пройдем. Я предупреждал тебя, подумай хорошенько. А теперь и сам погибнешь, и нас не остановишь. Матвей потянулся, не спеша достал из-за пояса саблю, еще раз взглянул в глаза шаману. В них не было страха, хотя он не мог не понимать, что наступает его последний час. — А то, может, пойдешь с нами? Медленно поднимая клинок, предложил атаман. — Сделаю тебя правой рукой. Мне нравится твоя стойкость. Шаман молчал. Но во взгляде его было столько презрения, что Матвей невольно отвел глаза. Тогда разозленный он заговорил издевательски. — Ведь ты же шаман. — Что же твои духи, которыми ты нас пугаешь, не помогут тебе? Где же они? Молчишь? Да потому что их нет, твоих духов. — Духи проклянут вас. — бесстрастно произнес шаман. — Уже прокляли. Вам не уйти отсюда. Матвей взмахнул саблей, на секунду задержал в воздухе, все еще глядя на шамана, но тот даже в лице не переменился и глазом не моргнул. Со свистом резанула в воздух сталь, опустилась тяжело. Отлетела в сторону, покатилась отсеченная голова, и кровь брызнула во все стороны, окатив одежду Матвея. Закричала страшно, завыла женщина, упав на землю. Стала кататься, била, молотила руками и головой. Черные косы разметались, выбились волосы. Вошедший в раж Матвей подскочил к ней и резко рванул вверх. Страх лишь на миг вспыхнул в длинных черных глазах. А потом сменился все тем же презрением, каким окатывал его несколько секунд назад ее муж. В ярости рубанул Матвей и упала женщина на землю, хрипя перерезанным горлом. Спокойно убрал клинок Матвей, тяжело повернулся к юноше и спросил. — Тебя как звать? — Чухпелек, — ответил тот. — Что ж, Чухпелек, если ты надумаешь обмануть Матвея, тебя ждет то же самое, — проговорил атаман. — Так что не будь таким дураком, как твой шаман. А теперь в путь, некогда здесь болтаться. В дорогу тронулись тут же. Лошадей пришлось пристреливать, ноги их увязали в болотной топе, с жалобным ржанием шли ко дну четвероногие помощники. Только самых лучших, самых выносливых оставили казаки, остальных резали и разрубали тут же, тащили с собой в качестве провизии. С пищей было туго, посему конина пришлась как раз к стати. Однако, чем дальше шли, тем труднее и бессмысленнее казалось это занятие. Молодой проводник не был таким опытным, да и вел казаков наугад, по детской своей памяти. Наконец, добрались до одного островка. — Дальше идти нельзя, — проговорил Чухпелек. — Почему? — вскинулся Матвей, угрожающе посмотрев на проводника. — Лето, вода высоко, — пояснил тот. — Не пройдем, потонем. Нужно подождать, когда вода спадет. — Сколько ждать? — покосился на него Матвей. — Недели две, три. — Долго, — покачал головой атаман, — не продержимся. — Раньше никак нельзя. Стоял на своем проводник, убеждал умоляюще. — Не пройдем, вода высоко. Матвей отошел в сторону и присел на травянистый холмик. Три недели на этом зыбучем островке, когда запасы пищи подходят к концу, где даже костер развести трудно, потому что вокруг все сырое. Казаки с голоду начнут пухнуть, бунт поднимут, и так настроение у всех мрачное. Но деваться было некуда. Принялись ждать. Казаки с каждым днем становились все смурнее. Все чаще раздавался ропот, недовольство, и Матвей понимал, что виноватым они считают его, своего атамана. Скоро стало совсем неладно с людьми. Словно припадочные делались, глаза обезумели, кидались друг на друга, кричали. Кто-то в плаче заходился. Несколько казаков сами себя порубили. Страх, вопли, злоба витали вокруг. Ткучковались казаки вокруг своего атамана, поглядывали недобро. — Куда ты нас завел, Матвей? — крикнул Микола. — На погибель верную. Визгливо поддержал его еще один казак. — Мы тебе доверились, а ты все войско загубил. Зачем мы пошли на север? Зачем не остались? — Если б остались, давно бы погибли, — огрызнулся Матвей. — Уж лучше в бою полечь, чем в этой топе сгинуть. — Да что вы его слушаете, ребята! Он нарочно хочет нас загубить, а добро себе взять. Пойдемте вперед, сами пойдем. Пойдем, пойдем сами! — загудела вокруг. Некоторые казаки рванулись к краю болота, уже ступили в топь, схватили палки для опоры. Матвей видел, что дело плохо. Выходят казаки из-под контроля. Вот-вот начнется открытый бой. Собрал всю волю в кулак, крикнул громовым голосом. — Стоять! Стоять! Я сказал! Вы поляжете! Десять шагов не пройдете! Остановились трое в нерешительности. Вода сразу по пояс поглотила, втягивала, всасывала в мягкое месиво. Заколебались казаки. Не послушаться ли атамана, не вернуться ли пока не поздно. Однако возглас «Вперед!» произнесенный возглавлявшим шествие заставил многих продолжить путь. Двое отступивших назад стали вдруг стремительно увязать уходить на дно. Дернулись было вперед, да не тут-то было. Цепко ухватило болото, шагу ступить не давало. Кричали, тянули палки, руки просили помощи. Бросились было на подмогу несколько казаков. Ухватились за палки, да только даже их силища слаба оказалась перед болотной. Затягивало болото, выскальзывала палка из рук, пришедших на помощь, и в ужасе шарахались они от топи, не думая ни о чем, кроме собственной жизни. Поглощала несчастных вязкая пучина. Молкли отчаянные крики, уходили под жижу казаки. — Матвей! — в ярости заорал один из казаков, бросаясь на своего атамана. — Что ты наделал, Матвей? — Я сказал, никому не ходить. — Ослушались атамана, вот и погибли! — сурово произнес Матвей. — Зачем мы связались с этим? Гнев казаков перекинулся на юношу-проводника, стоявшего в стороне и с ужасом смотревшего на только что произошедшую картину. — Он обманул нас! Завел, наверное, погибель! Мы все тут с голоду помрем, либо потонем! Матвей быстро зыркнул на чухпелека. Тот принял спокойный вид, и только легкая усмешка, на миг показавшаяся на губах, доказала, что казаки правы в своих подозрениях. — Убить предателя! — крикнул кто-то, и сразу же эхом раздалось по всему острову подхваченное «Убить! Убить!» Словом, мол, ведь не успел Матвей, как бросились обезумевшие казаки на проводника и вмиг разрубили его худое тело, Потрясая, окровавленными саблями двинулись на него. Силен был Матвей, двоих сразу положил, остальных скрутить пытался. Но каким богатырем ни был, а казаков несравненно больше, да к тому же потерявших последний разум. В схватке смешались тела, звенели клинки, кучка убитых осталась на влажной земле, а под ней — тело атамана Матвея. Огляделись казаки, посмотрели на дело рук своих, медленно в себя приходить начали, молча сняли шапки, присели на зелено-коричневую поляну, задумались. Атамана нет, проводника нет, провизии тоже, и сил уже нет, и надежды.